ну что заходим вовнутрь баня здравствуй а вот так баня выглядит с обратной стороны а вот и дальняк туалет типа сортир есть красавица а наконец-то поздравляю мотор у нас ямаха 300 лошадей зайка ты чем занята лук перебирать лук скажу лук по лбу стук зайка ты не проснулась еще да что смеешься черныша сейчас домой пойдем ам-ам делать приятного аппетита зайка дожаривается последняя партия точнее уже дожарилась немного проворонила получились более поджаренные но что-то мне тут вывела на паркет что-то вывела ай-яй-яй бывает лаки ко мне держи май всем салют всем добрым людям двойное доброе добро пока большинство из вас еще нежатся степенькой постельки и наслаждается медленным пробуждением от ночного сна я решил вам показать вот такую красоту коходе как которая находится за моей спиной огромное поле когда-то советское время на этом поле выращивали капусту сейчас летом на этом поле есть выгул для крупнорогатого скота соответственно вот оно такое прям красивое и я хочу сегодня с вами вместе по этому полю погулять также придется вернуться на максар Наташ чуть-чуть утеплить возможно все либо чуть-чуть часть под окнами кровли и заняться с монтажем доски приятного просмотра пойдем лаки ко мне лаки камни ты моя хорошая на улице около 3 градусов минус мороз небольшой вот так или иначе пока неприятно после положительных температурных режимов я по этому полю хожу первый раз она находится недалеко от нашего хутора ну вот все в этой жизни впервые поле замечательно коробки за лето все вы или превратили в такой альпийский луг лаки рада лаки надун долила в машине но ничего страшного она у нас катается редко поэтому ей это позволительно как скачет эй лаки эй королева белая королева белая впереди у нас лес и где-то там течет река которая течет недалеко от нашего хутора вот цель дойти до реки насладиться рассветом в последние дни безоблачное утро и рассвет здесь по особенному такой замечательный шикарный ну и пройти сзади реки если повезет можно будет съездить на рыбалку лаки как скачет как сайгак да ну и по ну и ну и ну и ну и ну и и не холодно, но пальцы подмерзают. Лаки, эй! Эй! Огромное поле. Это заливной лук. В этом году по весне его заливало. Причем заливало так. Довольно таки неплохо. И что мы сегодня ни одного лоси не встретим что ли? Они в таких местах любят находиться. Лаки ко мне! Эй! Эй! Ты моя хорошая! Ты моя собака! Ты моя снежная королева! Держи! Так, сидеть! Молодец! На! Эй! Все, давай гуляй! Вот оно! Истинное наслаждение пребывания в естественных условиях на природе. Как для меня, так и для собаки. Для собаки, наверное, особенно. Она тут как... Как рыба в воде. Да, Лаки? Лаки? Эй! Лакуня красотка! Что? Ты за вкусняшкой пришла и сразу присела, да? А лапу? А лапу? Ты мне лапу дашь? Дай лапу! Сидеть! Дай лапу! Молодец! Молодец! Держи! Держи, красотка моя! Держи еще! На! На! Все, гуляй! Погода замечательная, безветренная. Ну да, не хватало еще в такой морозик ветра. Судя по всему. А там вот впереди какая-то... Либо, мне кажется, ограждение какое-то. Что это, скорее всего, за рекой. Интересно, мне кажется, или если нет, то что это? Скоро подходим. Подойдем скоро к реке. Расскажу вам немножко историю. Ну, как не историю, а вообще кусочек из своей жизни. Охотой я начал интересоваться где-то лет в тринадцать. По маминой линии дедушка был охотником. Ну и, соответственно, я там у него находил разные приборы для закрутки. Не для закрутки, а для выбивания капсулей. Пыжи войлочные, гильзы латунные. Ну и, соответственно, мне это все как-то вот прям нравилось. Ходил в школьную библиотеку. Читал книги. Потом раздобыл книгу «Справочник охотника» 1979 года. Учил термины охотничья. Скородок, скидка. Ну, в общем, такое. То, что помню, сейчас на скидку говорю. Как торопить зайца. Как охотиться на утку, на вечерние зорьки. Как заяц делает обманные маневры, совершая круги по три-пять километров. В общем, все мне это нравилось. Потом я накопил денег на справочник, на энциклопедию охотника. Большая. Размером, наверное, 35 на 40 книга. Листов 400. Картинки разноцветные. Фотографии. Ружий. ТОС-34. ИЖ-27. ИЖ-58. ИЖ-18. И я прям-прям горел, поплыл всем этим. Ходил по лесу. Изучал палатки животных. Такая интересная канавка здесь. Так вот. Все мне это нравилось. Потом, в 2007 году, естественно, я захотел себе охотничий билет. Поехал в местный рискоз. Точнее, в областной или как он это правильно называется. В Могилевский, в общем. Сдал на охотничий билет, на удостоверение. И дальше этого удостоверения дело не пошло. Появились другие интересы. Немножко подрос. Соответственно, уже машина под задницей. Хотелось и погулять. В общем, все это дело я забросил. Но в глубине души желание осталось. Ну и в любом случае, сейчас так по стечению обстоятельств... Что ты, Лаки, тут нанюхала? Что ты, моя дорогая моя? По стечению обстоятельств мы переехали на хутор. Ну и жизнь в таких местах. Вот, плодово-выгодное вино. Стеклянная бутылка. Пастухи, наверное, пили. Ну и вот по стечению обстоятельств получается, надо вернуться к разрешению на ношение, на хранение, на использование гладкосольного охотничьего оружия. Подошли мы к реке. Течение здесь такое довольно-таки быстрое. Я бы даже сказал, очень быстрое. Ну и мое зрение меня не подвело. Вот, впереди загон какой-то. Либо это, скорее всего, лесхоз сделал. А для чего? Возможно, для выращивания каких-то растений. Может быть, вдалеке лают собаки. Лаки так с интересом на них реагируют. Давайте к реке подойдем. Интересно, почему здесь так? Вот здесь сечение такое, спокойное. А здесь, там, наверное, сужение реки просто. Лаки, ты куда лезешь? Там болото. Там провалиться можно. Берег топкий, уже провалилась. Завалена ольха. Классно смотрится. Да, тут сужение реки. Вот еще картинка интересная. Не сфокусируется камера, ладно. Сужение реки такое, как горлышко. Соответственно, поток воды ускоряется в этом месте, да. Ну, вот он выходит уже на такое широкое место. Мне нравилось, касательно охоты, изучать все это. Были моменты, когда в 13 лет я первый раз ночевал в лесу. Не сказав об этом родителям. А утром, придя домой, получил по жопе. Что морально, что физически. Но ничего, сам виноват. Надо было предупредить. Так или иначе, поддача под задницу и ночевка в лесу пошла на пользу. Классное место. Островок по центру реки. Тут такой поток воды мощный. Река разделяется на две части. Обмывает вот этот остров. В центре растет ива. Реально интересное место. Лежит. Ольха. Место такое тут. Сейчас, если получится посмотреть. Глубина тоже такая немаленькая. Вот там вот по центру где-то. Ну, я бы не сказал, что она большая. Ну, метр двадцать где-то будет. Вода кристально чистая на реке. Вот с той стороны реки наш хутор. Километра четыре отсюда. Да, Лаки? Что ты мне скажешь? Если я переплыву, ты за мной пойдешь? Снежная королева. Красавица моя белая. Эй. 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 Ну, что? А? Кто там у тебя? Ну-ка покажи. Полючка. Так что, пойдешь за мной? А? Лач. Скажи, надо будет? Пойду. Да. Собака моя. Пойдем дальше, пойдем. Снежная королева. пойдем пройдем вверх по течению покажу вам здесь реку кстати вот сюда можно приезжать с берега рыбачий спиннингом берега оккультуривная коровки за лето объели места реально крутые вот такой небольшой рассказ не знаю он последовательный или нет но так или иначе какие-то мысли из своего но можно сказать детства потому что 13 лет это еще детство я вам рассказал тоже красиво видно как лиственные лес рядами растет с хвойным так пересекается классных а вот луна говорят что луна солнцем не встречается все встречается да лаги все встречается тут такие довольно таки толстые деревья растут ольха такая немаленькая такой классный здесь поворот вот здесь можно тоже порыбачить дневные температурные режимы где-то плюс 10-12 комфортная температура вот даже здесь подошел туда побросал ну туда уже не забросишь деревья мешают хотя при большой сноровке это сделать можно ну что то что надо что у папы надо взять а что вода а сидеть наверно надо сразу надо сидеть молодец так так лапу ты не даешь это хорошо только тела погрязно сидеть держи молодец 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 моя лакуня все гуляй гуляй такой вот плавный здесь есть подход кстати в летнее время я так понимаю неплохое место для купания на дно реки у нас песчаная там я так понимаю глубина метра под полтора будет окунуться в принципе можно а вот здесь такой плавный спуск тоже коровки подходит на водопой на лаки вспомнил еще один случай мне где-то на арнале 14 недалеко от места где я родился и вырос есть лес называется залега вот так в народе его прозвали лес небольшой километра может ну там 3 на 3 3 на 4 вот такой есть торфянники которая советское время горели и поваливались и поваливалась верхняя часть почвы соответственно образовались такие болотистые места и лес этот я обошел вообще полностью весь вот в этом в эти годы уже я его весь знал ну и получается у нас была собака шарик обычная дворовая такая дворняга долго кстати жил наверное лет 14 и я пошел с этой собакой гулять всегда выходил из леса туда куда хотел выйти и тут получается меня начинает водить не знаю как это как это получается может кто-то с этим сталкивался но я иду в одну сторону понимаю что точнее иду по направлению в ту сторону в которую мне надо и понимаю что я выхожу не туда вот я так возбужденно побежала вот ну и один второй третий раз я начинаю вот так вот по лесу ходить и все равно меня скажем так я иду не туда и тут я выхожу на такую болотистая местность на такую болотистую местность полянка небольшая центре растет сосна обычно знаете такая кривая как как ну как придорожная то есть в лесу они все ровно и тянутся вверх за счет отсутствия света а тут она такая кривая и висит петля на этой сосне на суке на суку и она такая уже вся мхом покрылась я подхожу а я когда в лес заходил сюда я вырубал палку из орешника такую дубину и ходил с этой дубиной у меня был топор нож ну и как бы эта палка ну и тут получается я подхожу к этой петле подумал может там уже кто осыпался вниз начинаю этот мог ковырять никого не было и тут мне такое ощущение как будто вы меня кто-то смотрит собака жмется ко мне я не придав какой-то там паники себя просто иду в том направлении в котором понимаю что туда можно выйти и выхожу реально туда куда я хотел выйти вот такая история если у вас кстати такие истории были пишите будет интересно почитать как это работает с чем это связано я не знаю ну такая ситуация не было один раз пришел на такое красивое место поворот реки сейчас вам покажу вот так где заворачивают река вот сюда бы тоже побросать спиннинг классно было бы она вот так интересно здесь заворачивает здесь вот такое углубление в берег прям такой клин вот сто процентов здесь рыбка стоит это вот бабушки не ходи с той стороны идеально ровный берег можно ходить бросать со всех сторон расскажу вам еще одну историю в этом же лесу наверное в этот же год обычно у меня правило я если иду в какой-то там поход либо просто вылазка какая-то в лес за собаки бегали либо лисы за часа три до сумерек сумерек я если понимаю что буду ночевать лесу я останавливаюсь и обустраиваю лагерь ну а тут так получается лес небольшой я как-то так решил в общем пойду по сумеркам домой но уже сумерки уже ближе так даже практически темнота и вот болота вот эти которые образовались после выработки торфа которые горели о которых я рассказывал чуть ниже они по периметру бросли такими густыми елочками прям густыми густыми я смотрю под этими елочками огонек мерцает ну соответственно кто-то палит костер ну и что вы думаете я такой отчаянный парень сдалека себя уже обозначил так как не предполагал что там будет костер и кто так его будет палить ну и соответственно я через эти елочки прохожу сидит человек мужчина лет 50 может чуть старше видно такая одежда у него ну судя по всему я так предполагаю сиделец либо сбежавший либо вот так сказать только что вышел и палит костер я подхожу гури добрый вечер мари добрый я говорю еще и здесь амурит а ему вот так хочется но как-то так вот особо мы на эту тему стим не разговаривали я говорю есть что есть у вас рю поесть он такой да нет ничего я говорю давайте вас угощу а у меня с собой тормозок всегда был и яйца отварные брал сало хлеб вот такой стандартный но получается я ему а я собака был ну с тем же шариком я ему я его угощаю и я понимаю что ну скажем так какие-то в мою сторону действия могут быть неадекватно то есть их нету все хорошо я грила на говорю пойду я домой а он что-то такое я уже не помню было сколько 14 лет это было 20 20 с копеечкой лет назад ну я ему говорю все говорю я пошел мне надо идти он такой вроде бы что-то посиди либо останься не гури не были я вас угостил вы все всего доброго вот такая история классное поле что-то Субтитры сделал DimaTorzok Что надо моему блестящему лабаю? Куда мы смотрим? Мы слышим звук машины, да? Лаки, сидеть Лаки, сидеть Молодец У Лаки здесь такая шерсть, мягкая-мягкая Уже вылазит зимний подшерсток Ну что ты, моя собака И когда попадает на эту шерсть Свет, вот она так серебрится Она белая, но она вот таким, с таким серебряным оттенком Вообще просто красота Лаки У меня уже такой Подшерсток Да? Скажи, да, папа, у меня подшерсток Сидеть Что ты там уже пакет услышала? Лаки Сидеть Идем дальше Подходим вот такому интересному месту На русле реки Вот тут все так Каким-то образом Наверное, здесь глубина небольшая Заросло И Образовались вот такие Здесь островки Кстати, вода реально очень чистая Вот обратите внимание Вот здесь глубина где-то метр Прям видно все На камешке видно Ракушка видно Вот вам индикатор чистой воды В прямом смысле слова Вот так вот но что мое время не меня выделенная мною на эту прогулку подходит концу давайте еще немножко пройдемся по полю обратим на размеры поля внимание в общем классно пройтись ранним солнечным утром тем более морозным налюбоваться природой посмотреть косули уже начинают себя обозначать что там лаки кто там услышала вот и туда уже не пойдешь это на другой стороне реки так что классно еще раз повторюсь прогуляться а еще круче пробежаться в такую погоду вот сопровождение такого замечательного чистопородного белоснежного четверомогого друга да лаки алабай лаки алабай лаки алабай 2 лаки алабай что все хватит попозже к машине подойдем я тебе дам лакомство лаки неохотно садиться машину потому что не прям не нюхать эти сигареты не приучено везде в багажнике ну так или иначе зато вот бай будущий кавалер лаки ему только открываешь багажник все он уже там сидит и ждет куда мы едем давайте быстрее едем в любое место главное ехать ладно тогда встретимся уже на крыше дома моего авто и песни а а а а Ну что, походили, погуляли, насладились красотами природы Сейчас переместился на мусорный этаж Надо зашить весь пол доской Зашить свесы И уже планировать последовательных действий Здесь по ремонту второго этажа По кухне пока потолок не доделаю Потому что жду Сейчас вот возобновилась вроде бы погода Доска должна чуть-чуть подсохнуть Обработаю недостающую доску Покрашу и уже смонтирую Поэтому пока здесь на мусорном этаже Еще голова забита тем, что надо подготовить хутор к зиме Надо косить территорию вокруг хутора Это где-то гектар Косьбы Перед домом обкосить территорию Это я когда-то обкашивал Но в последние месяца три Даже может чуть больше не косил Потому что на это просто элементарно не было времени Также надо со двора забрать все камни Кирпич от русской печки В общем почистить двор И там уже нашел место За зоной отдыха Вот туда это все перевезти И на будущий год Формировать там склад строительных материалов Но сейчас Сейчас Не надо что цеплять Поэтому я сейчас плотно подрезаю Утеплитель Пеноплекс И монтирую его Он будет опираться вот на эти Два бруса Плотно И между Прохожу монтажной пеной стыки Ту лобовую часть Я ее тоже утепляю Этим же утеплителем И вот здесь Один Два И там дальше Три Три части Это только под одним окном А таких окна Три С этой стороны Приехали на реку Обратите внимание Какие красивые Шикарные Места для рыбалки Сейчас спустим лодку Спуск здесь такой классный Песчаное дно Вот здесь такая затока Русло реки идет вот так И здесь заворачивает И пошла туда Река ниже Вода так же чистая Как и у нас возле хутора на реке Супер Ладно, пойду помогать Расчехлят водку Мотор у нас Ямаха Триста лошадей Пойдем красиво сегодня Нам с погодой повезло, да? Погода хорошая Ну Только надо было раньше выезжать Что на два Ну, давай, чтобы за этом В заводе вот и рыба гуляет Может быть Заплывем туда? Пока Еушка спит на улице А Никита на рыбалке Хочу подготовить Ингредиенты Для сегодняшнего Не знаю, что это будет Обед или ужин В зависимости от того Насколько Никита вернется с рыбалки Как думаете, что будем готовить? Подсказка Национальное белорусское блюдо Я думаю, после этого Уже точно понятно Что я буду готовить Картошечка красивая Картошечка Картошечка Продолжение следует... Наматываем новый шнур, у меня оказался очень тонкий для этих мест. Первые зацепы сразу оборвало. Продолжение следует... Здесь, получается, на чём стоим? На моторе. На моторе. Прямо вообще мелко. Впереди лес. Сюда зайдём? Здесь, Серёга, мы вообще на дно сейчас встали. Давай-ка я выйду. Сиди, сиди. Чего? Не, я понимаю, я хочу походить. Угу. Смотрите, какой интересный ландшафт Уруса реки. Тут вот такую косу намыла, и она длинная, метров пятьдесят, наверное. И всё, здесь обрыв. Время. 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 Продолжение следует... 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 а это старичок да здесь вообще места как сюда подъехать нормально надо как-нибудь съездить что скажешь взять киндером нашего при жену основные ингредиенты для нашего блюда готовы теперь нужно поставить готовится обед для девушки как раз и своего водится мультиварка и можно будет поставить поставить еще шарлотку черныш да скажет черныш 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 скажи да черныш черныш зайка ты не проснулась еще до что смеешься черныша девушка сейчас домой пойдем ам-ам делать ам-ам приятного аппетита зайка вкусно а вот так баня выглядит с обратной стороны мы прям сознанием дело сделано все замаскировано мхом уже мох сверху мы его вложили мхом и он уже такой начал расти прижился но самая красота метролеи не не у меня это обязанности на веревки для белья великие слушай тут с палаточком лагерем стоять классно надо внести предложение вот красота которой я говорил обрыв но обрыв реально серьезный да лавочка здесь стоит такая культурная давайте присядем вместе с вами опа вообще супер просто класс обрыв слушай обрыв такой сколько метров ну сколько метров семь хороших будет да больше тут уже не преувеличишь хотя парням свойственно надумывать вот так или иначе а с той стороны получается ты останавливаешься а тут просто прыгаешь в речку когда нитки хватает чтобы потом нитку вернуть ну нитка возвращается внизу а принцип такой то есть ты не долетаешь до конца до дерева а просто в воду прыгаешь да а потом за нитку туда тянешь и возвращаешь троллейсом да этот классно в общем еще один момент мне непонятный точнее понятный оголился кабель судя по залеганию земле отец телефонистом был все время это телефонный кабель главное чтобы диверсантов не было тут никаких чтобы кабель не вырвали это судя по толщине сейчас посмотрим сейчас спустимся опа это наверно стопарный кабель да телефонный стопарный кабель но просто оптика лежит не на такой глубине он лежит на глубине здесь сколько сантиметров 70 оптику кладут на глубину 1 метр с копейками вроде бы вот так подмывает здесь все 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 вот даже чайник висит а где сковорода а она такая алюминиевая да и чипила к ней да ну понятно грязная вот так или иначе для того кто захочет приготовить приготовит так что тогда наш маршрут продолжается мы снимаемся с этого места слушай а ширина реки здесь тоже такая сколько метров 25 да даже больше ну а вот вам и река все по ступенькам вниз вот даже чайник висит а где сковорода она такая алюминиевая да и чипила к ней да ну понятно грязная вот так или иначе для того кто захочет приготовить приготовит так что тогда наш маршрут продолжается мы снимаемся с этого места слушай а ширина реки здесь тоже такая сколько метров 25 да даже больше ну да но вот вам и река все по ступенькам вниз так вода какая чистая обратите внимание ну хотя это еще не самая чистая вода в этой реке летом бывает когда дождя нету прямо такая как слеза все мы отчаливаем но в это место еще обязательно вернемся очень красивая очень понравилась надо приехать сюда тоже какую-нибудь свою лепку внести ну к примеру трос украсть вот это вот или еще что-нибудь ну котел с бани выдрать нормально же лепта правильно есть красавица наконец-то поздравляю спасибо это запаркуемся сюда перч отвези отведи ее туда чуть-чуть подрек запалки не дрыгайся родная ну пускай разворачивает ничего страшного давай давай держи так пошел клев как на черных камнях и бля хамуха она мимо пацака пошла прикинь ладно кривая съемка кривые руки поймали одну щуку до места высадки идти где-то километров 7 сейчас если получишься выходим на глиссер погнали домой давай родная давай родная хе-хе-хе дв webinar дик подано лучшим подannya хватит на хамм установлен скорост�� Продолжение следует... Дай как, и чем занято? Лук перебирать? Лук, скажу. Лук по лбу стук. Да? После моего знакомства с продукцией Greenway, там очень много всяких файберов для уборки, моя жизнь стала гораздо проще, и уборка стала проходить гораздо быстрее. Поэтому, если кого-то интересует данная продукция, там есть товары для дома, товары для себя, парфюмерия. В общем, заходите в мой чат, смотрите, выбирайте и наслаждайтесь уборкой так же, как и я. Ева, иди ко мне. Эй, нет. Ёшка, нет. Нужно сейчас еще закинуть стирку. В последнее время, точнее, как познакомились с вот такими пластинами, только ими и пользуемся. У нас достаточно много других средств бытовых, но они все с использованием химии. А вот эти пластины, они не содержат химии, ну, то есть, они натуральные. Я ими стираю и детские вещи, и наши с Никитой, так скажем, взрослые. Есть специальные детские пластины, вот эти пластины для деликатных тканей, и есть еще для сильных загрязнений. А весь... Иди сюда. Весь плюс данных пластин в том, что они не содержат никакой химии. То есть, это вообще идеальный вариант для аллергиков. И тех, кто... Иди сюда. И тех, кто не любит химический запах на одежде после стирки. И вот, смотрите, одной вот такой пластины достаточно для одной стирки. И не нужно использовать кондиционер. Я вас твой. Вот так мы этот сквотем. Включаем. Иди сюда. Хочет штатив завалить. И запускаем. Что там? Там штатив. Такие пластины для стирки производит компания Greenway. Заказать их можно также в моем чате, который я веду, в котором я рассказываю про данную продукцию, экологически чистую. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА